Кимиотерапия Кимиотерапия входит в число самых распространенных средств обучения антропатических заболеваний. В то же время большинство кимиотерапевтических средств обученных препаратов играют в злокотоксичные изображения, имеющие значение негативно-побочные уживания. Врачок Ай, получаемый изменно-макроцепичные соединения, представляющие собой низкотоксичные вещества, но без которых имеют значительную злобусть, а также много текла. Использование халорина как фотосестивилизаторов для фотосестивилизаторов для фотосестивилизаторов также общеизвестно. В то же время токсическая активность данных соединений по отношению к красным клеткам изучена относительно мало. В литературе имеются сведения о теновой токсичности в цинковой комплексе производных хлорофилла А. В этой же работе имеются сведения о том, что дезинтальные производные хлорофилла А могут освободить вырезы. В настоящей работе выполнены цифры с реалуловых артеринаров и переходных металлов на основу производных хлорофилла А. и изучена цифровая токсическая активность по отношению к макамбилеткам и медицинам. Все представленные соединения синтезированы с сотрудниками Института химии Комнералочного центра, который является саторами данного доклада, данного года. Схема синтеза изображена на слайде. Леганды 1, 2 и 3 для соответствующих парфиринатов были получены по описанным данным методикам, исходя из метилфиопорфида А. Схема синтеза из соответствующих парфиринатов в цинквонии и медицине для Хобальта и Фалазии также в определенной слайде. Определение темновой цифровой токсической активности и осуществление используя флориметрический метод микрофилла. На ней была проанализирована теневая цифровая токсичность трех производных хлорофилла А. Их комплексные соединения цинквонии и медицине для Хобальта и Фалазии на культуре раковых клеток ленинг и языч. Клетки ленинг и языч содержали в стандартной питательной среде. По одному микролитму высокого образобора веществ вносили 199 микролитров клеточной суспензии, содержащей 5000 клеток в носе культурального планшета. Затем выдерживали в течении семидесятых часов CO2-эккубаторы. Потом удаляли питательную среду. Промывали на наслоенную культуру кислотно-селезным и мусорным раствором. И добавляли диацидат в флористы. Затем мы поддерживали 40 минут. И проводили измерения флорисценции на анализаторе кислотно-режистой стекло-режистой панорамной суспензии в стандартной микроскопе. Индекс выживаемости рассчитывали как отношение флорисценции клеток в лунки с веществом, флорисценции клеток в контрольную ложью в содержащей части 2-ти суток. Это соотношение выраженных процентов. Установлено, что из трех производных хлорофила А наиболее токсичным оказалось в лиме-1, который в своей структуре не содержит этот цикл. Индекс выживаемости при концентрации 100 микромоль на литр составляет 0,25%. И лишь начиная с концентрации 1 микромоль на литр и выше, индекс выживаемости уже более 50%. При соединении 2 и 3, имеющих в своей структуре 50-цикл, индекс выживаемости составляет более 50% уже начиная с концентрации 10 микромоль на литр. Можно также отметить, что соединением 3, которое содержит в обезоцепии положение 13,2 амбитную клубировку, обновлено токсичным по сравнению с соединением 2,2 амбитная клубировка отсутствует. Внедрение катиоминеталов в координационную сферу хлорина также во многих случаях оказывает значительное влияние натотоксичность в изменении. Наименьшится токсическая активность среди исследованных нами парфирината при концентрации 100 микромоль на литр оказались следующие вещества. МИТЬ-2 – 54,98%, МИТЬ-2 – 65,47%, МИТЬ-3 – 79%, МИТЬ-69,2%, МАЛАГИТА – 62,7%. Также можно отметить, что данный парфиринат менее токсичен по сравнению со своими предшествиями соединениями 2 и 3, из которых они синхозированы. Высокой темовой ацистотоксичностью обладают усименталлокомплексы цинковина, цинкогин, цинкогин, цинкогин и цинкогин. При индекс выживаемости при концентрации 10 микромоль на литр для цинкогинца составил около 2% и для цинкогинцев около 11%. В литературе также имеется сведения о высокой токсичности именно в цифровых комплексах производных морепилла а вероятно это связано с терророй основным металлом. Что же касается порфиринатов обольта, здесь можно отметить, что соединение обольт-1 оказалось менее токсичным по сравнению с своим предшественником, из которого наносились соединения 1. Соединения обольт-2 и обольт-3, однако, оказались уже более токсичными по сравнению со своими бригадами, соединениями 2 и 3. При сравнении циклотоксического действия высокотоксичного вещества цинк-1 и низкотоксичного медь-3 с положительным контролем при препозитах, можно отметить, что при концентрации 10 мм токсичных комплексов цинк-1 в 20 раз токсичнее контроля, а низкотоксичный медь-3, в 12 раз его медленно токсичен по сравнению с ним. Ряд циклотоксичных соединений имеют интересные особенности в зависимости токсичности от концентрации веществ. Токсичных комплексов цинк-1 и цинк-2 изменяется с почти на любой токсичность концентрации 1 мм до полного умничтожения раковых клеток при концентрации 10 мм. токсичных комплексов цинк-1. Та же тенденция наблюдающая из-за веществ гобальт-1, 10, 10 и 1. Однако здесь резкие раковые токсичности происходят при переходе от концентрации 10 мм. токсичных комплексов цинк-1. С вероятно здесь происходит вещество накопления вещества и затем уже осуществляется фактическое действие на клетках. Таким образом нам показаны влияние природы цвета вещества и строения веганда на земном уровне токсичных парфелина, областных для использования парафиллокам. Среди исследований были выявлены мечта, которая будет обширноваться как потенциально действующая мечта для создания шпаратов по физическим комплексам. Кроме того, были выявлены сегментами, с неименьшившей токсичностью, которую в дальнейшем мы не сможем тестировать, но в процессе реализирующего исследования. Спасибо. У меня такой вопрос, я вроде внимательно слушал, но я не совсем понял. Как вы объясняете механизм циротоксичности этих парфелиновых колец на тлеточную культуру? Ну, механизм еще неизвестен, но темновая причинница токсична. Вы имеете в виду, почему одни оказались более токсичными? Потому что с другого раза... Это уже второй вопрос. Нет, первый вопрос, почему они вообще токсичны? То есть они встраиваются, проходят через мефрану, метахму внутри куда они заходят? Нет, механизм темноводства токсичности я не встречала. Я только встречала механизм самого процесса, ну, как фотосенсибилизация. Вот. Если рассматривать парфелины как фотосенсибилизацию, то что здесь происходит, да, получается? Здесь сначала происходит адсорвция веществам на поверхности и на внешней мембраны, затем через некоторое время вещество проникает через мембрану и, значит, уже сорвируется на внутренней мембране атернел-пилета. Вот. Затем под действием света осуществляется фотохимическая реакция. Это световой. Это световой, да. Ну, я говорю, что я встречала только световой механизм, а темновой не встречала. Понятно. И там, вроде, получается, вещество, оно не полярное, как я заметил. А там ведь не было никаких. Я в плане проникновения через мембрану. То есть оно показывает, да, что проникает, в принципе, в световой фазе, если смотреть следовательно. Нет, мы не рассматривали. Я вообще говорю про... Нет, я говорю про другие статьи. А, про другие статьи? Да, да, да. Да, мы проникаем через мембрану. Хорошо. И тогда вот такие, наверное, уже простые вопросы. Вы говорите, когда металл устраивается в коррекционную решетку, то есть образуется в центре, вы говорите, что это возможно, сам металл влияет. То есть в связанном состоянии, а не может быть, что он как-то более просто стабилизирует структуру, что она становится более как-то сама по себе, больше стабилизирует полувыведение или период диструкции. Но здесь координационное число металлов получается у нас 4, да? Ну да. Получается квадратный комплекс. Ими, наверное, проще проникает, действительно. Ну, как-то через герту, да? Ну, салон назаряда всегда проще. Вот. Ну, просто, допустим, координационное число цинка может быть равно и 6. Ну да. Поэтому, возможно, может как-то вот эти вот связи тоже потом задействуются. Нет, просто это на самом деле очень интересно будет изучить. И в плане вот то, что группы... Нет, мы просто только начали изучение. Нет, внимательно. У нас у химии только очень много веществ, более тысячи. Вот. И... Есть куда разговоры? Да. Мы по каждому начали только в их клинике. Хорошо, спасибо. Еще такой вопрос я, наверное, недослышал. Вот когда вы наносили эти вещества в ДМСО, да? А в контроле был просто ДМСО? Да. Он был чистый? Мы сказали чистый. Да. Чистый демитут. И я забыл выживаемость клеток просто в чистом ДМСО она была нормальной, да? Ну, порядка восьмидесяти процентов. Ну, это... ДМСО обычно используют десятипроцентный, если совсем устраивать, десятипроцентный. Нет, я имею в виду, это выживаемость отличалась от просто клеток без вещества на восемь-десять процентов. То есть эта методика допускает. Почему? Спасибо большое. Да. А вот вы тестировали, Александр, для токсичных, допустим, сделать клеток без вещества. То есть она сито отличается? Да, мы такого не делали. А как действует это вещество на нормальные клетки? Ну, на нормальные клетки мы... Ну, как бы сделали эксперимент, но я считаю, что нужно еще по полности. Но на нормальных мы делали на культуре клеток клеток клетч. Ну, фибробласты легких ромбионов человека. И здесь у нас токсичность была в несколько раз ниже, чем на культуре клеток. Спасибо за докладку, просто все методически. Вопрос такой, не увидела различных там, разборствует датов, каких-то подрежностей, тогда что-то было введено. Ну, это табличка для меня. Да, очень видела. То есть табличка? Да, я это делала. И еще вопрос, почему вы выбрали эту клетчную линию? Ну, потому что она была для нас доступна. Кстати, она уже была... Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok